Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, с вами Сергей. Сегодня хотелось бы поговорить про китайский инструмент, про испособления. У меня их достаточно много. И сегодня хотелось бы поделиться, какой бы я купил инструмент повторно, а какой нет. Тем более у нас в ближайшие дни грядет большая распродажа на Алиэкспрессе, на Бангуде. И есть хорошая возможность купить инструмент с большой скидкой. Поэтому, кто не подписался на канал, обязательно подписываемся. Ну а мы начинаем. Поехали! Первое, что хотелось бы вам показать, это лазерные уровни. У меня есть как бюджетный, так и более дорогой. Что касается бюджетного, покупал я его уже довольно-таки давно. Вставляется вот в таком чехле. Уровень самовыравнивающийся. Включается вот этим переключателем. Есть сигнализация. И идет проекция, как вы видели. То есть одна линия так и одна так. Здесь установлены батарейки. Ну, также хотел сказать, что эти батарейки считаются как и минусом. Допустим, приехали куда-то на объект, включили лазерный уровень, а он не работает. Сели батарейки. Придется ехать и искать батарейки. Ну, и давайте более дорогой уровень посмотрим. Кстати, когда приобрел вот этот уровень, вот этим уже больше я не пользовался. В основном работаю вот с этим. Он, конечно, такой уже массивный. Тоже самовыравнивающийся. И огромный плюс здесь, это то, что он работает на аккумуляторе. Вот такой аккумулятор. Их в комплекте идет два штуки. То есть вот еще один аккумулятор. Также можно аккумуляторы либо зарядить, здесь мы подключаем и заряжаем, либо сразу блок питания подключаем к нашему уровню и работаем. Тоже очень удобно. Здесь шел еще штатив и вот такая вот опора. Тоже она вся регулируется. Здесь, здесь, здесь. Ну и давайте проекцию сейчас посмотрим, как он работает. Итак, если как раз нажали на эту клавишу, у нас появляется здесь загорается проекция. Еще раз нажимаем. Теперь у нас здесь идет линия. Здесь линия. Теперь две линии, здесь и здесь. И еще раз нажимаем, здесь уже. То есть три проекции. Также есть сигнализация. Очень удобно работать. Данный уровень мне очень понравился. Тем более как цена у конкурентов, конечно, намного-намного выше. А здесь цена, конечно, привлекательная. Ссылочку на все товары я оставлю внизу под описанием. Далее тоже хотелось показать пару электронных гаджетов, которые я приобрел и частенько ими пользуюсь. Первый это пирометр, вот такой измеритель температуры. То есть очень удобно. Направляем точкой, куда нам нужно. И меряем температуру. Где это можно применить. К примеру, у вас большой дом. Где-то, допустим, 10-15 батареи. Одна батарея горячая, вторая холодная. И нужно какую-то батарею перекрыть. Как раз при помощи данного пирометра можно измерить каждую батарею. И уже перекрыть воду под нужную вам температуру. Это очень удобно. Также здесь есть подсветка. То есть можно в темноте замерять температуру. Питается все от крона. Следующий гаджет. Это у нас прибор для измерения влажности древесины. Небольшой приборчик. Здесь у нас две иглы. И включение-выключение. Пользуюсь изредка, но он помогает. Считаю, что тоже кто работает с деревом, обязательно должен быть такой приборчик. Следующий гаджет. Это у нас электронный угломер. Включается он при помощи одной клавиши. Включился и все. Он уже у нас показывает сколько градусов. Также если он будет в другую сторону наклоняться, он будет выдавать ошибку. Также можно обнулить. К примеру, мы где-то зафиксировали его. Раз нажали. Все, у нас здесь будет ноль. То есть в одну и в другую сторону. Данный девайс обычно использую при наклоне диска циркулярки. То есть мы его прикрепили к диску на магниты. Наклоняем. И у нас он показывает сколько градусов наклон диска. Очень удобно. Следующий девайс. Это вот такая электронная цифровая рулетка. Очень мне нравится. Часто ей пользуюсь. Но когда покупаете, обращайте внимание на сколько она метров. Есть больше, есть меньше. Я взял средние 40 метров. Мне этого вполне достаточно. Измеряет довольно-таки точно. Также здесь огромное количество плюсов. Вы можете рассчитать кубатуру, квадратуру. То есть очень-очень удобная вещь. То также можно все сложить. Допустим, взяли один размер. Замерили. Допустим, прибавили. Нажали плюс. Замерили другой размер. Все. И как видите, вам все сложило. Какая у вас общая длина. И также можно сочетать и квадратуру, и кубатуру. Очень-очень удобная вещь. Рекомендую. Ну и от гаджетов перейдем к приспособлениям. Первое приспособление. Это вот такой кондуктор под минификс. Крепление. Кто занимается мебелью, я думаю, оценят его по достоинству. В комплекте идет также два сверла. И здесь есть разметка. Под какой щит нам нужно сверлить отверстие. Очень удобно. Я им пользуюсь очень редко. Так как на минификс очень мало собираю. И, ну, все равно, он мне очень понравился. И даже на него делал обзор на канале. Можно посмотреть. Также я приобретал на Алиэкспрессе вот такие струбцины. Это аналог Крэга. То есть, когда мы крепим на косой шуруп, мы закрепляем наши доски под углом 90 градусов. И здесь у нас как раз может поместиться саморез. То есть, под косой шуруп крепление. Очень удобное. И стоит, конечно, намного-намного дешевле, чем оригинал. Некоторые говорили, что ломаются. Но, не знаю, у меня вот в течение, по-моему, двух лет она. И, в принципе, еще рабочая. Все нормально. Далее идет кондуктор под косой шуруп. Пользовался я им довольно-таки долго. То есть, мне он нравился. Также здесь все есть, вся разметка, под какой щит. Но, опять, с ним немножечко получается дольше, допустим, чем вот с этим. Его нужно каждый раз закреплять на доске. То есть, ну, не очень удобно. После того, как я приобрел себе вот этот кондуктор, тем я уже больше не пользовался. Вот этот кондуктор очень-очень мне понравился. Он стоит намного меньше, чем, допустим, оригинал Крэг. То есть, мне достаточно его закрепить вот здесь, на струбцину. И все, и я начинаю работать. То есть, мы поместили сюда доску, прижали, просверлили, опять отцепили, опять прижали. То есть, операция выполняется за считанные секунды. Один раз только мы настраиваем сверло, и все, продолжаем работать. Здесь также сбоку у нас есть разметка, под какой щит нам нужно сверлить отверстие. Очень-очень удобную ссылочку на него я тоже оставлю внизу под описанием. Друзья, что касается инструмента, есть у меня вот такой кромочный фрезер. Покупал на Алиэкспрессе года 2-3 назад. Делал на канале обзор на него. И уже тогда некоторые мастера говорили, что он сгорит через секунду, неделю, месяц. Прослужил он у меня порядка 2-3 лет, до сих пор работает. И хотел бы сказать, что каждый инструмент нужно применять по назначению. Просто бывает, покупают кромочный фрезер и начинают работать на нем, как на профессиональном, на большом фрезере. Кстати, на распродаже со скидкой, я думаю, можно будет взять данный фрезер за хорошую цену. Что касается китайских шуруповертов, я скажу так. Есть огромное количество, то есть выбор там очень большой на Алиэкспрессе. Из новинок мне больше понравился вот этот шурик, это Deco. Он 20-ти вольтовый и бесщеточный двигатель Brushless. Компактный, удобный. Единственное, что мне не понравилось, это максимальный диаметр сверла здесь 10 миллиметров. Я считаю, это, конечно, маловато. А так, шуруповерт компактный и удобный. Что касается измерений, здесь я могу посоветовать вот такой электронный штангель-циркуль. Очень удобная вещь. То есть, можно обнулить. Также включается, выключается. Батарейки хватает очень надолго. Я где-то уже пользуюсь, наверное, год и еще ни разу ничего не менял. То есть, мы можем измерить как и внутренний диаметр, внешний диаметр и также можно измерить глубину. Очень удобный. И считаю, что в Китае его можно купить по самой дешевой цене. Потому что, смотрел здесь, в России, стоит он, конечно, дорого. Ну и также хотелось бы показать, уже не первый раз показываю, вот этот угольник. Многие интересуются, где покупал, сколько стоит. Стоит тоже очень недорого. Покупал на Алиэкспрессе. Очень удобный. То есть, мы можем отчертить как под 45 градусов, под 90. Также можно его использовать как рейсмус. То есть, задали, какую нам нужно высоту. К примеру, 60 подтянули. И все, к доске прислоняем и ведем, чертим линию. Очень-очень удобный. Да и стоит он совсем недорого. Друзья, ну и в конце хотелось поговорить вот про эту мелочевку. Первый это ступенчатые сверла. Заказывал несколько раз вот такие ступенчатые сверла желтые. Мне они показались качеством намного хуже, чем вот такие вот белые. Еще есть черные, но те я пока не попробовал. А вот это вот я заказывал уже давно. И он показал себя только с положительной стороны. Очень-очень удобно. То есть, когда нужно просверлить пару отверстий разного диаметра, не нужно каждый раз менять сверла, а можно обойтись при помощи одного сверла. Что касается вот этой штуки. Это приспособление для вкручивания саморезов в труднодоступных местах. Когда-то я на своем канале делал самодельную. И там, конечно, было огромное количество различных комментариев. Но в итоге решил прикупить и попробовать в деле. Мне она очень понравилась. То есть, пользуюсь я ей очень редко, но она себя оправдывает. Опять же, хотел сказать, что если сильно какой-то винт нужно закрутить, то она может сама закрутиться вот так в узел. То есть, для мебели какие-то саморезики закрутить ей будет удобно. Для каких-то глобальных, конечно, она не подойдет задача. Также на канале показывал вот такие пробочники. Очень удобно. Допустим, есть у нас где-то отверстие, к примеру, 12 диаметром. Мы вырезаем пробку при помощи этого приспособления. И сажаем на клей. Затем шлифуем, и у нас все получается ровненько. Тоже хорошая штука. Мне понравилось. В комплекте их идет, по-моему, 5 или 6 штук различного диаметра. То есть, они мне тоже иногда помогают. Также под саморезы есть вот такие у меня зенкеры. Их в комплекте идет тоже 4 штуки. Очень удобные. У них есть вот такой носик, то есть центр. И мы не боимся, что наш зенкер уйдет куда-то в сторону. Тоже очень удобно. Рекомендую. Также есть вот такой зенкер. Сейчас фокусируется. Вот такие я бы вам не советовал никогда покупать. Очень отвратительного качества. Мало того, что сверла. И они обычно вот здесь всегда забиваются. Но не знаю, мне лично они данные зенкеры вообще не нравятся. Есть вот такой. Так он намного лучше. Сейчас вам покажу. Вот видите. У него ножи как находятся. То есть, да, он тоже забивается. Но служит он намного дольше. И качество у данных зенкеров мне тоже намного-намного больше нравится. Также пользуюсь вот такими битами. Стоят они дешево. И большой плюс это то, что здесь находится магнит. Многие спрашивали вот про эту штуку. Для чего она используется. Друзья, эта штука используется обычно для правки резьбы. На шпильках, на винтах. То есть, если у нас шпильку и мы отрезали болгаркой, мы не можем накрутить гайку. Вставляем эту приспособу в шуруповерт. И вуаля. Пару раз мы прокручиваем. И можем спокойно накрутить гайку. Тоже очень прикольная штука. То есть, максимальный диаметр получается это вот этот. Здесь сколько, наверное, 25 или 30 миллиметров. То есть, этого вполне достаточно. Сталь здесь нормальная, не тупится. То есть, получается прямо хорошо. В одном из роликов я и работал. Если, конечно, кому интересно, можете найти, посмотреть. Также некоторые спрашивали, как я настраиваю ленточную пилу. При помощи какого угольника. Есть вот такой небольшой угольничек. Я покупал. Он 100 на 63. Тоже брал в Китае. Он идет в пластиковом кейсе. Но из-за того, что он у меня висит на стене, на моем, то есть, ну, где у меня весь инструмент крепится, я кейс этот выкинул. А так угольник очень хороший, точный. Также при помощи данного угольника я настраиваю свой рейсмус. Ну и последнее приспособление. Это для сверления отверстий перпендикулярно. То есть, здесь есть различные втулки. Они выкручиваются. То есть, допустим, 4, 6, 8. Вы меняете втулочку. И все. Ставите на какую-то заготовку. И спокойно сверлите. Не боитесь, что у вас сверло уйдет куда-то в сторону. Тоже очень удобно. И стоит, в принципе, тоже недорого. Друзья, вот такое видео сегодня получилось. Напишите в комментариях, понравилась вам такая тематика, не понравилась. Также напишите, есть у вас такие приспособления. Либо нет. Нравятся они вам, не нравятся. Всегда рад вас выслушать и ответить на ваши комментарии. Ну а я еще раз напомню, что совсем скоро начинается большая распродажа на Алиэкспресс, на Бангуде. И можно купить хороший инструмент с хорошей скидочкой. Ну а мы на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова